...бизнес-площадки, которые могут коллаборации создавать. Я думаю, что примеры, наверное, есть у Толиха, как это в торговых центрах происходило. Я думаю, что это можно будет сделать. Хочу представить замечательного человека. Ребят, всем привет. Меня зовут Толихан Сатаев. Я являюсь директором медиа-агенции «Эмэдженси» и сооснователем медиапортала про искусство «Артэфьё». Кто вообще в целом знает, что такое NFT? Воу! Прямо очень много людей. Ты заработаешь очень много денег, потому что тут конкретно ценители вот этого диджитал-искусства, галеристы. Когда они узнали, что в Казахстане есть цифровые художники и дизайнеры, они говорят, что это очень круто, мы готовы вам предоставить на безвозмездной основе эту площадку. На январе 2023 год мы запланировали выставку для художников, которые работают с элементом NFT. Вернемся к Дубару. Дубар эта история намного развита. То есть ребята занимаются конкретно лицензированием, сертифицированием этих NFT. То есть они сами контролируют потоки денег, потоки денег в крипте. Это все официально вывозится через банновские инструменты. И понятное дело, что все разработчики тянутся в Дубай. Нам бы очень хотелось, чтобы молодые люди, которые сейчас занимаются в направлении креативной индустрии, могли находить подкрепку государства, и совместно с их усилиями сейчас увеличить и масштабировать свои проекты. Почему АКФ? Ну, искусство для нее, если посмотреть на всех руководителей сейчас галереи, то везде женщины. Я думаю, женщины заслужены для того, чтобы о ней говорили. И продвигать женское искусство в Центральной Азии и по миру. Благодарим от всех женщин в искусстве.